слушаю вас вы микрофон поближе маленько сделать а хорошо давайте говорите говорите что-то прерывается все время вопрос такой по поводу заповеди что мужчинам нельзя брить бороду ну да вот я вот как военнослужащий как мне эту заповедь исполнять а что у вас на первом месте короткая временная жизнь или вечность кто вас вечность а кто вас сотворил капитан полковник или господь бог господь бог но раз господь бог то ему и подчиняется на первом месте у давида когда над слугами было издевательство там пол бороды сняли с них он узнал и не пустил в иерусалим отправил в город проклятие ерехон сидеть там пока то растут бороды а мы в небесный иерусалим идет а то физиологическое отличие мужчины что борода это власти у нас женщины без бороды это только гомосекса алисы садомиты проклятые и подкаблучники которые не могут вылезти из бабьего подола а мужчина посмотрите даже вожди атеизма фридриха энгельса видели какой видели вам меня не слышно не видел не видел но на фотографию посмотрите у него чуть-чуть так обидно маленько где был рот фридриха энгельс и карла маркса видели на фотографии видел а ленина видели видел фидель кастро глава фидель кастро над кубой главный видел видел а теперь зайдите в иконы посмотрите некрасов лев толстой с какой бородой капитан маршин начальник там какого на то моряк макаров у него борода до пояса а он адмирал вот у нас одного призывали но он был преподаватель томского университета геннадий фаст но и он с бородой а могу разбить постричься надо но он пошел вот так постри голову табор не трогает и начальник встал на его сторону ну тебя что-то сломано было рукам горда нет ну так трудно поворачивать чтобы что-то записать то ему в начальник это тоже ответственность есть и все его не взяли не взяли и все вот наши сейчас призваны которые в армию на альтернативной основе они служат вот только у нас у меня внучатка приезжал оттуда две недели дали отпуск но отправленной по спецоперации он присягу не принимает его послали на кухню он там работает месяца полтора прошло пришла благодарность родителям какого сына воспитали все нравится отсюда поехал на дому гене с генералом еще пообедал вот как человек власти на распорядитель собой меня бог сотворил и он меня спросит даже нельзя битву выбросил духу не было и еще не сделают а он что скажет что он может сделать он насильничать может вопреки даже вот я заключенный был за слово божие это не за преступление но они могут сделать там скрутить руки ноги тебе и брить на то ваше дело а я нет так пришел замполит по политчасти но и большую просто расстелили бороду то мне сняли завернули ее и у меня теперь две бороды одна отросла другую которая принес из лагеря твердо держи ни под каким видом все иконы пройди по храму вы не найдете бритого ни одного даже царь николай да и есть надо четко стоять это меня бог сотворил я не могу трогать эту картину рапаэля или леонардо да винчи кто будет подправлять смешно даже было бы так бог сотворил хотел бы человек третий глаз сделать на затылке да не получится все хирурги мира не сделают того чтобы у него был третий глаз не сделать а вот именно такой как есть и уши и вот человек растет у него все кости растут вместе с ним но длиннее делается пальцы все но у человека есть кости которые не растут а какие в ушах наковальни и молоток вот какой а иначе голос был более сделался материн голос она бы таким басом говорила вот как сотворил бог до самой смерти а все остальные кости растут вот кто это так сделал и и вдруг не растут волосы на бороде да бог а теперь растут все и вы даже это понимать быть благодарны богу так я вам о бороде скину сразу материал когда поговорим слушай дальше еще вопрос у меня по поводу десятины но получается в храмах как бы да никто не говорит об этом то что там нужно десятины давать вот ну а вот эти вот церковные лавки прям храме там где-то в притворе там или на территории вот как бы вот эти все там пожертвования собирают никак вот у нас мы православные мы строим деревню у нас храм барнауле храм у нас тарелка не ходят свечи не продают ни за крещение ни за что деньги не берутся вообще деньги не появляются даже как десятина десятина все покрывает бог повелел и она нам не принадлежит вот ты еще заработал но ты на самом деле девятьсот заработала десятина бог приложил как моя десятина и когда не отдает людям бог не говорит чтобы священнику плохо делайте меня бога обкрадываете поэтому десятина она нам не принадлежит вот допустим иногда договорились вместе строить дом ну соучастник купили землю теперь надо там цемент все мы пополам делим а бог дал нам воздух землю жизни дожди и просит только десятину отдай он соучастник всего нашего дела богу все принадлежит и дыхание наше а он берет только десятину я не знаю чем тут речь идет я когда обратился шестьдесят втором году я первый раз услышал о десятине я очень такой ревностный был но мне 23 года после армии это я решил буду платить 10 9 десятин тысячу заработал 900 буду на дело божье и так прожил 62 года ну пришлось работать на 2 3 работа всю жизнь не считаю духовной работы миссионерство проповедь и я даже не си у меня поэтому все получается почему господь говорит платишь десятину я тебе небо отверзу пролью на тебя такие милости все будут только ахать и охать вот как бог делает я понял у меня вопрос запрещается в следующем как бы но получается если десять минут платить допустим ноуту богу да как каким образом это делать но очень просто если торгуют там нельзя туда платить а торгуют они отрицают береги держи найдется где-то у нас сейчас некоторые то у меня книги вышли я у меня 38 томов книг вышло люди можно на десятину купить можно но только уже эти те людей которые книги то не продавай а только подарить священник никому-то священникам это десятина конечно трех томник трех томник да еще 38 томов книг у меня вышло 38 томов каждая книга 752 страницы там вопросы тысячи тысячи вопросов ответов проповеди да это стоит дорого сейчас вот трех томник но это бумаги то нету ее покупают в китае бумажный комбинат этой уничтожили а теперь пока они торгуют любую цену ну и цена такая конечно вот трех томник у нас трех томник он пять двести четырех томник проповеди в стихах но каждый том 880 страниц а то 8 800 вот она была допустим к истинному православию у нас 1100 стоило сейчас 2200 почему в два раза толщина новые материалы добавили мы себя ничего не берем я ни копейки никакой выгоды не имею мы подарок только сделали когда миссионерские путешествия 650 библиотек подарили мои книги мы проехали всю услугу это обошлось 35 миллионов рублей нам я живу я не умираю у меня все есть а почему бог это божья благодать в деревню строим у нас картошка своя морковь капуста помидоры огурцы все свое но работать приходится конечно староста у нас начинал 4 гектара было земли а сегодня 1200 комбайны два комбайна и каждый комбайн больше десяти миллионов стоит и ни копейки ворованной нету платит все налоги все господь видит один раз услышал я хочу подражать ему вот так я понял но хорошо родители за неверующие нет неверующие ну так оно понятно они не упрекают там запасы и упрекают я в отпуск приезжаю я сам сейчас можно прислужил в мурманской области родители краснодарском крае это у вас какая служба это срочная или призыв нет по контракту это надо завершить пока башку не отломили тебе зачем тебе нужно христиане не может быть по контракту и убивать библии написано откровение 13 глава 10 стих кто ведет в плен сам пойдет в плен кто убивает мечом тому надлежит быть убитым мечом то есть стреляешь других тебя взяли то не просто так а стрелять убивать ты обреченный человек снявший голову по волосам не плащут не надо это надо работать а не то что я пойду убивать а мне заплатят у меня стаж будет рано на пенсию идти я же знаю эту дурь вот интересно как было в афганистан в афганистане если этот человек был контрактник с ним даже не разговариваю сразу уничтожают а который срочная служба и с ними еще возились примите ислам там то другое сейчас видите такая ситуация сейчас не увольняют а не надо увольнять предлогом а вы просто подать заявление я ухожу и все на этом все подай сегодня заявление и еще тебя не сделает посадят а сидишь живой не надо то бояться но ты уже не убийца я не могу скажи я уверовал и убивать не могу как салженицын говорит спрячься за христа христос сказал не убей написано любите врагов ваших враг голоден накорми жаждет напой и делая себе соберешь ему угли огненные на голову это сделать надо вам сегодня не завтра потому что завтра не в наших руках все а тут у тебя дальше будет видно никогда не думай я буду исполнять божью заповедь не убей а что со мной будет бог не торгуется сделаем все я когда обратился работал на после армии служил морплоте а теперь на балтике был у меня перспективная была работа я выше учебное заведение морское поступил 14 человек конкурс и дальше добиваясь разрешения сдать три курса за год по выбору комиссии на одном из трех иностранных языков все предметы любому понятно что был бы не кощегаром и в это время мне библию дали моя жизнь решительно изменилась моя жизнь вся прежняя кончилась течение полчаса и наутро уже весь караван кораблей знали лапкин сошел с ума столько мне бог давал и вдруг я все бросил ну и вот 62 года я вам скину сейчас материалы и там будет 52 10 лет назад не мы были я на том месте где обратился вы посмотрите я материала много скину там зайдите на сайт сайт там проповеди там 50 книг аудио моим голосом насчитаны государственные фильмы на сняты тысячи ответов в университетах вел занятия и везде с бородой какой был я в армии набивая на берете в то время советской власти уже с бородой был да не меня жущий ревсионная не прикоснулся бог это его картина он меня создал так и христа изображает апостолов пророков все с бородами борода это власть я понял а вы разговаривали с вячеславом ему тоже пришлось через это пройти до его увольнялись работа работает они на простой работе в аэропорту ему полное доверие он горит я с бородой а тут бывают конфликты между татарами мусульмане а у них с бородами прогнозы бреют я могу утешить камер большим доверием относятся обритые ночью оголдыш он еще младенец борода то не растет значит начальству заявление об уходе не думая последствиях только остальное бог усмотрит так у меня договор такой виноват я был неверующий моя жизнь изменилась и и все напиши я вам скину тогда заявление какое писать надо на какую статью опираться надо конституции и и все а дальше на работу на работу и не женат и женат женат а женат и как у меня получается я был женат у меня жена в 2021 году внезапно умерла сына первого брака я в этом году венчался то есть не расписывался все так и скажи чтобы друзья молились и скажи я подаю заявление мы тут объявим мы будем будем молиться и господь сделает как ему угодно спасай свою душу уходи понял а это не наше место ну вот так не все больше ничего нет вопрос еще получается если у меня ипотека вот ипотека получается все равно надо побыстрее погасить ипотеку да и вот эту десятину все равно как-то платить это десятина нам не принадлежит платить она не наша он приложил господь своей рукой отдай а она мне никогда не принадлежала я не зарабатывал господь приложил и и вопрос снятый кто не дает господь меня обкрадывайте вор божий бога обкрадывает вор кто не платит десятину и папы виноваты в этом вот у нас в храме отдельно стоят мужчины отдельно женщины какие юноши девицы верующих бога если ничего нет отхожу ну я вот с Вячеславом уже общался по поводу вот я ну как бы как вам сказать ну получается я выяснилось что я не крещён получается вот получается в таинствах не могу участвовать получается я как бы я думал что я крещён вот а несколько лет назад я начал уже разбираться в этом и вот у нас у нас в озере многие святые отцы говорили да что нужно крещение считается то что полное погружение вот я над этим много думал и вот Вячеслав мне подтвердил то что да ты не крещён получается то что ты ну я меня крестили вернее я попросил что меня крестили в семилетнем ну мне было уже 7 лет по моему 8 год был вот в первом классе учился я попросил что меня крестили вот и ну получается я помню этот момент но я не помню как или меня до пояса раздели или не раздели даже просто полили помочили или умыли я не помню это не крещение это обман это обман это кощунство я понял готовиться надо у нас каждый в июле 7 июля или там первое воскресенье священник мой брат заходит в воду и крестит три погружения и все это бесплатно должен уверовать вот ближе вопросы задавайте там Вячеслава он все знает ему многое дано так ну все тогда отхожу ну все тогда вопросов больше нет далеко не отходите я сейчас вам в течение пяти минут скину материалы ну а ответ Продолжение следует...